Привет! Сегодня я вам расскажу, как можно сделать Сберметку. Что это такое? Это аналог инстаметки или QR-кода. Для чего она нужна? Например, вы самозанятый и у вас нету каких-то терминалов для того, чтобы принимать оплату. Но вы можете принимать оплату через приложение «Мой налог» и, соответственно, для того, чтобы люди вам на карту оплатили. Вы можете продиктовать им номер карты, вот эти 16 цифр, которые на ней написаны. Либо вы можете продиктовать свой номер телефона, к которому у вас привязана эта карта, для того, чтобы они вам могли оплатить. Но в любом случае человек должен открыть телефон, открыть приложение «Сбербанк онлайн», зайти в платежи, клиенту «Сбербанка» и набрать от руки 10 цифр, либо 16 цифр, если это номер карты. 10 цифр, если это ваш номер телефона. Сейчас можно сделать проще. Сбербанк добавил такую функцию, как сканировать карту. Вы нажимаете «Платежи», клиенту «Сбербанка» и нажимаете «Сканировать карту». После того, как вы нажали «Сканировать карту», появляется окошечко, в которое вы можете вот эту карту крупно взять. Приложение «Сбербанк онлайн» отсканирует эту карту и дальше можно будет нажать и оплатить, ввести нужную сумму. Ну, то есть это немного удобнее. Вы мне скажете, но мы же просто можем дать человеку свою Сберкарту, он ее отсканирует и вуаля. Но, я вам возражу. На вашей карте есть дата валидности. Ну, например, на моей карте я закрыл ее вот этим пальцем. Могу закрыть вот этим пальцем. Потому что многие боятся того, что фотография их карты куда-то уплывет и мошенники смогут воспользоваться вот этими 16 волшебными цифрами для того, чтобы каким-то образом украсть у вас эти цифры. Украсть у вас деньги со счета. Помимо этого, вы можете случайно показать обратную сторону карты и человек увидит CVC-код и тоже вообще легко сможет там где-то что-то сделать. На самом деле, конечно, это не все так, потому что там еще надо смс-подтверждение, все такое, все сложно. Но для того, чтобы себя обезопасить, вы можете сделать Сберметку. И если вы сделаете Сберметку, то будет все гораздо безопаснее, потому что на ней нет CVC-кода. Ну, здесь есть только сучок. И на ней нету даты, до какого числа валидна ваша карта, до какого месяца, до какого года, все прекрасно. И тут только ваши 16 цифр. То есть вот эта карта, дубликат карты моей жены. И отсканировав его, вы можете прям ей закинуть на карту денег. Но просто так, такую штуку не сделать. Сберметка, я так решил ее назвать, потому что больше нигде никаких названий таких не встречал. Сберметку можно сделать и просто наклейкой, и можно сделать из пластика, как мы делаем QR-коды, как мы делаем инстаграм-визитки. И вот у меня вариант, это фанера с лазерной гравировкой. В принципе, все варианты жизнеспособны, главное, чтобы они сканировались приложением Сбербанк Онлайн. Сейчас небольшое отступление для того, чтобы показать, как же все-таки можно подготовить файл Сберметки. Ну вот мы и приблизились к тому моменту, когда можно подготовить сам файл Сбербанковской карты. Для того, чтобы сделать файл, нам достаточно скачать из интернета любую картинку Сбербанковской карты, либо можно замерить свою собственную и по ней нарисовать. Но хочу обратить ваше внимание сразу на то, что если у вас карта Momentum, то сделать для нее Сберметку не получится. Почему? Во-первых, здесь шрифт на ней тот, который не воспринимает программу, сканирующая Сберметки, Сберкарты. То есть, через приложение Сбер Онлайн вот эту карту отсканировать не получится. Сканируется нормально только карты, которые именные и вот с квадратным вот таким шрифтом. И даже если вот этот шрифт, номер карты Momentum взять и сделать нормальным квадратным шрифтом, а вроде как обмануть систему, не получится. Потому что сама программа распознает все цифры и понимает, что это совсем не то, что нужно и не сканирует ее вообще. Мы сначала рисуем в размер настоящей карты прямоугольник. 86 на 54 миллиметра размер настоящей карты. Можем немного скруглить углы. Здесь у меня 3,5 миллиметра скругления. Самое главное на карте это номер. То есть, номер карты, чтобы он располагался в нужном месте. И, соответственно, чтобы он составил из нужного количества цифр, а не как здесь. То, что вы потом на карте сможете расположить любые числа и надписи, это все без разницы совершенно. То есть, вы можете написать и последовательность действий, что надо зайти в платежи, клиенту Сбербанка, сканировать карту. То есть, карта будет сканироваться в любом случае, если она у вас именная и шрифт правильно написан. Если вы будете эту метку гравировать лазером, то вам надо будет совершить следующее действие. После того, как вы написали номер, вам надо будет его сконвертировать в кривые. И если, как вот у меня здесь выставлен размер 200 миллиметров по ширине, не 86, как и оригинальная карта, то вам надо сделать внутрь контур небольшой. Ну, примерно 0,1 миллиметра. Для того, чтобы уменьшить размер самих цифр, потому что, когда гравируют лазер, получается, что между цифрами практически нет места. Убираем внешний контур и этот заливаем. То есть, циферки стали чуть-чуть тоньше и расстояние между ними стало чуть больше. И за счет этого мы получаем нормальную гравировку, которая будет хорошо сканироваться. Сейчас покажу, как она сканируется. Файл приложу в описании. Для того, чтобы отсканировать карту, надо нажать «Платежи», «Клиенту Сбербанка» и вот здесь наверху «Сканировать карту». Открывается окно. Ну, что могу сказать? С компа сканируется так себе. Зато, если взять настоящую карту, то ее будет отсканировать проще. Ага. Ну, вот так вот. То есть, вот она отсканировалась. Если попытаться отсканировать карту моментом, то у вас ничего не выйдет, потому что на ней другой шрифт. И даже если мы вот здесь в программе поменяем шрифт на нужный с номером карты моментом, то, опять же, ничего не выйдет. Ну и вот, соответственно, как считывается с фанерки. То есть, вот так вот все работает. На самом деле все оказалось не так уж сложно. Файлы я приложу. Вот здесь сейчас появится такая штука. И там, наверное, будет ссылка. Если этой штуки тут не боятся, то значит в описании к видео есть ссылка, куда можно перейти и скачать архив, в котором будет лежать этот файл Корловский CDR. А, давайте я добавлю туда EPS, потому что EPS открывается в любом векторном редакторе. И добавлю туда Сберский шрифт, так как я добыл его совершенно законно. И положу туда вот этот шрифт как раз для Сберметки, для цифр карты. Сначала в инетике я забил просто шрифт Сбербанка. И мне выдало СБ-санс. Соответственно, я начал забивать СБ-санс. И первая же ссылка по запросу СБ-санс скачать появилась вот такая. Это казахстанский сайт Сбербанка, на котором есть презентация для того, чтобы изготовить какие-либо баннеры для сайта или еще что-то. И вот в этой презентации есть ссылочка на Яндекс.Диск, на который можно скачать шрифт Сбербанка. Все, удачно его скачали. Можем делать красивые надписи для того, чтобы это все было в стиле Сбербанка, чтобы все было красиво, аккуратно, а не калфазно. Ну что ж, если было полезно, ставьте лайки. Если очень не понравилось, можете поставить дизлайк. И в любом случае можете подписаться на канал для того, чтобы не пропускать новых видео. И мы с вами обязательно что-нибудь новенькое разберем, потому что что-то новое появляется постоянно. Жизнь не стоит на месте, обязательно что-нибудь будет сканироваться, обязательно что-нибудь можно будет подготовить, чтобы это все красиво сделать. И задавайте вопросы в комментариях к этому видео, можете вопросы задавать в комментариях к любому видео на моем канале. Я все равно увижу этот комментарий и обязательно вам отвечу, если буду около компа, то быстро, а если буду не около компа, то как только доберусь до компа, сразу отвечу. Пока! Продолжение следует...